В высокой траве притаился клещ. Этот совсем не безобидный кровососущий еще и болезни опасные переносит. От укусов нескольких клещей может погибнуть домашняя собака. Да и для человека последствия тоже бывают трагическими. К счастью, Мордовия не эндемична по клещевому энцефалиту, но боррелиоз по-прежнему актуален. Болезнь может протекать бессимптомно, но не бесследно. Через несколько недель или месяцев после укуса клеща могут появиться признаки поражения суставов, нервной или сердечно-сосудистой системы. С начала эпидемического сезона в республике Мордовия от укусов клещей пострадало 92 человека, в том числе 65 детей. Но эта цифра довольно-таки ниже, чем число обратившихся в прошлом году. Число пострадавших в прошлом году было на тот же период 150 всего и 74 ребенка. Всего обратилось в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии, принесли клещей на исследование. 53 человека. Мы не превысили уровень заболеваемости прошлого года. У нас три случая заражения, то есть заболевания боррелиозом с начала года. Чтобы не допустить распространение боррелиоза на территории Мордовии, ежегодно производится акарицидная обработка открытых участков лесопарков, парков, скверов, территорий детских оздоровительных лагерей. Из запланированных в этом году 250 гектаров уже обработано чуть больше половины. Но клещи у нас все-таки есть. И если вы обнаружили на себе клеща, постарайтесь очень аккуратно удалить его, сохранив живым, чтобы сдать на исследование в лабораторию. Лучшее средство профилактики от укусов этих опасных кровососущих – взаимный осмотр. Эксперты советуют при длительных прогулках по лесу каждые 15 минут тщательно осматривать спутника. А также соблюдать следующие правила – выбирать яркую одежду, заправлять штанины брюк в носки, носить платок, кепку или накидывать на голову капюшон. Для привалов и шашлыков выбирать сухие опушки без высокого травянистого покрова. А еще необходимо помнить, что клещ особенно голоден в солнечную и влажную погоду. Такие предположения людей, что клещи падают из деревьев. Это неправда. Клещи выше 70 сантиметров от земли никогда не поднимаются. Всегда клещ ползет снизу вверх. Также присосавшийся, напавший на человек клещ, не сразу кусает. Он в течение 30 минут ищет наиболее мягкое, наиболее нежное место для укуса. Также специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют приносить домой из леса сухие ветки деревьев или сорванные чаще цветы. Вместе с ними в квартиру может попасть опасный гость – клещ. Алена Маскалева, Павел Толобаев. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова